Ну, вот я вернулся. Я вернулся, потому что они снимали, что с вами разговаривали. Мне кажется, вырыгали и всё. У нас были закрытые темы. У нас закрытый мужской клуб. Сейчас скажите, вот и я говорю, не может бабу больше мужикарства зарабатывать. Да к чему? К тому, что бисер из Москвы возить буду, блин, ну. Чё, чё? Не понял. Да ничего. Я не расслышала вашу карту. А тебе ботокс в лоб поставили? Ты не можешь себе брою поднять? Ему лоб в ботокс поставили. Не, у них там эта процедура синяя была, по сожалению. У них не уколами ботокс делается, а у них ботокс делается. Я сделала, не зоните. Ручка специальная, которая разогревает губы, и ботокс через поры впадает в губы. Ага. Через поры ботокс может попасть в душе. И песня играет, она. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебя. Что ты одна, ты одна такая. Чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают. Чужие губы шепчут тебе. Боссы. Ну, такая музыкальная пауза. Давайте о планах через два года. Я Дмитрий Шуров. Знаменитый красноярский видеоблогер. А я иду такая вся? Живу на улице Тамбовская, в Черемушках. Потому что там гораздо экологичнее, чем здесь. Ну и чё? Чё к чему? Весело там? Ну, кучно. Тебе стало веселее? Ты чё, битвик Стасенсов? Скажите, где я буду через два года? Ну, дайте мне карту. Представьте. А, да, да, да. Тамбовская, Тамбовская, Львовская, Тамбовская, Талия. Говорова. Кольцо. Глобус, глобус. Жаль, что я эту шутку понимаю только в Красноярске. Глобус, глобус. Те, кто живет в Черемушках, в Армении. Ну и те, да. Те, кто в Ленинском районе живет. Ну и ладно, для них пошутим. Глобус, глобус. Классно? Ну и чё, ты теперь не будешь на вопрос. Да. У нас в 2000-е такая тема была, кто где будет жить. Оказывается, все будут жить в разных местах. Начали это к тому, что женщины с ней любовников забудут. А мужики – любовниц. Любовники, вы еще не родились. Да. Это не про вас. Здравствуйте, наши любовницы. Это видео из прошлого. Когда вы найдете эту капсулу, с этой видеокассеты. Нет, а на практике-то вы мотыляетесь по салончикам. Ну и чё? И ничего. А мы сидим на работе с это целыми днями. Гаюнинка. Крутининка. Как вы правильно говорят, выражение есть. Брекливая собака лает, но не кусается. Мы с этой больше хихи-ха-ха. На самом деле верные жены, в отличие от вас. А мы чё? А мы? Не знаю, посмотрим. Ей не нахожу. Посмотрим через 9 месяцев. Ох, нет. Через какие 9 месяцев? Ну, мы же заняли салонные процедуры. Вот и посмотрим на работниц через 9 месяцев. Зашло? Подождите, я чуть не понял. Какие 9 месяцев? А процедура, что ли, подействует через 9 месяцев? Вот такая здоровенная. Здоровичная процедура. Да, Михалыч, такое ощущение, что ты блондин. Нет, самое главное, знаете, ребята, я хотел сделать такой опыт. Это новое приложение, это HotHoy. How old on? HotBitch? Ну, короче, определяет возраст фотографии. Ну, ты тут делаете мне какие-то? Я, короче, ты расстроишься, как не надо. Я, короче, там все расстраиваются. Там одни расстроятся, я тебе говорю. Ну, чё дальше? Ну, и чё? В смысле? Ну, там в прямом смысле, там всем старше делается. А так нет. Никому не должен делать. Ну, и, короче... Как ты кого промял? Себя с от друзей? Короче, Михалыча, когда я принял перед процедурами, ну, я думаю, возьму старую фотку, любую из контакта. Говорю, Михалыч, давай, возьму старую фотку, потом, когда буду монтировать, сделаю. И давай после процедуры. После процедуры Михалыча сфотал, близко, он уже такой молоденький. Что-то волосы, как школьник, короче. Велосипед. И это... Велосипед, домой пришел, проверил сначала новую фотку, которую, ну, после процедуры. 46 лет показала. Потом беру одну фотку с контакта, 46, вторую с 46, короче. Ну, покер, процедура, не процедура, все 46 показывает. А как он определяет? Так спроси его. На каком основании? На каком основании? На каком основании? Можно ли он в суд подать? Нет, по ширине лица. Да непонятно, Таня, мне кажется, там по количеству волос, мне кажется, все это учитывается. Ну, что, у него количество волос 46-летнего? Да. Тогда у меня вообще лет 50. Нет. Мне очень просто полюбовник. Потому что количество волос, ширина там, подбородка, там, второго подбородка. Нет, а там у него от хвостики волосы, допустим. Не, вообще уже 90. Он вообще нет. Морщины? Морщины у него нет. Не морщины. А, у него не бралини. Не морщины, а изюм, вообще-то. Да. Но у него не тяга, с тобой все даже разговаривают. Как это? Как будто жить раз на городах. Артёра Серебрякова-то с Левиафаной сделали, да? Видел ли он у вас? Нет. Кого ты делаешь? Ну, он в Левиафане вот так водку пил, Серебряков? Да-да-да, до. До, когда он до водку выпил. Что-то 53 года водку выпил в 46-летний, сказала. Ну, они из фильма взяли эти. Короче, не настоящего, да? Ну, Свет, ну это просто селезвлекухи сделали, конечно, говно. Ну, понял. Ну чё, ему 46, что ли, по-настоящему? Михалыча? Ну как только нефть, а когда Герба Лайдер ему скажешь, что он в 55-м возраст. Правильно. Потому что столько пить нельзя. Потому что столько пить нельзя. Мне 18-х, пойдём сам, наверное, прочём. Задумайтесь. Крути, 50 лет не скоро, и любого уника не скоро набьёшь? У нас есть время? Слышь, мать, ты чёрт. Нет, а как эти весы определяют вообще? Мне кажется, это всё фигня. Почему фигня? Фигня-фигня. Ну у тебя, конечно, всё фигня. И весы уже фигня. И наши весы фигня. По водам показывают. Почему? Конечно, фигня. Потому что Митя, он же как карапуз, как ребёнок. Там показывает метаболический возраст. Насколько у тебя работает хорошо организм. Как он это видит на весах? А ты же ногами встаёшь. И что? И руками держишься. И он у тебя всё учитывает. Но это везде такие весы. Они японские. Японские весы. Вы слишком тяжёлая корова. Весы, которые показывают количество жиров, углубленных жиров, воды и так далее. Это и есть. Мне кажется, ты это знаешь, у меня там тыка. Японские весы? Нет, я три раза взвешивала специально за борт. Я не верила, что у меня такие хорошие показатели. Но три раза на разных весах не может быть один результат. Света, понимаешь, весы верят те, кто хороший результат показывает. Почему? У меня раньше был плохой. У меня был раньше двадцать шесть у меня это лично. Ну ты тогда других не верила. Почему? Женя, ну почему ты так ему говоришь? Если вот вы жрёте и пьёте, вот это, понятное дело, что вам не покажет даже тридцать. Пять. Пять. Всё. А как вы не жрёте и не пьёте? Ну, в таких количествах, например, я это делаю. Как я вообще малое делаю? Ну, вообще немножко. Они же к ним вообще ничего. Они же к воробушке поклевали. Они же к воробушке поклевали. К воробушке поклевали. Два шелыка положа, под два шелыка положа. Вы что, у вас шеша шелык едет? Я же тебе говорила отказаться от углеводов. Кто же мы не слышишь? Углевая дорога, действительно. Я вот белки ем. Пиздашки. Ладно, давайте выпьем с Голландию. Нет, почему такое с Голландией? Так я ответила на вопрос, почему Голландия? Ты же где уже старцы? Во-первых, там легализованы лёгкие наркотики. То есть мы сможем с алкашкой соскочить? Да, это легко можно причём. Как Паша, кстати, наш сейчас оператор живёт в Тайландии. Да, мы можем провести там рейд дымные дворы. Короче, чушь полная, всё понятно. Чушь полная. Да потому что. Ну чё милишь, чё пало? Какие дымные дворы? Дымные дворы, дымные. Типа ты будешь подкуривать там сидеть, но... Не подкуриваться, а накуриваться. Он просто хочет похудеть. Ты что? Я тебе говорю, а? Типа едет на велосипеде 90 килограмм. Во-вторых, там все на велосипедах гоняют. Да. Где едет на велосипеде? Что? Дорожки. Нету дорожек для меня. Нет дорожек. Ты по мосту проедешь. Я бегал по мосту, прибегал. У меня всё чёрное, воничное. Кто хочет ехать тогда? Да они не ездят, они выживают. Выезжают, блядь. Выезжают, выживают. Но они выезжают на дороге, чтобы выжить, блядь. Понимаешь? Ты посмотри, сколько стоит, блядь, велосипедист, блядь, там кто-то трезёр чемпионата мира по велокроссу, блядь, сбили, потратили на горсть человека, сбили, блядь, провалялся 50 минут без сознания и уехали, нахуй. Ты где живёшь? Очнись, детка, блядь. Я живу в нормальной стране. Ой, нет, ты живёшь, блядь, нормально. У нас никогда не будет в нормальной стране. И в этом виноват не будем, и не провинятся. Нам поставь хоть... Умите депрессор. Хоть кого, да, не депрессор. Поставь хоть кого. Вот весь народ, у которого у нас живёт, весь народ. Весь народ, эту полку, хоть кому им поставь. Что это? Резис среднего возраста. Точно. Когда он дожил до 24-х лет и понял, что, а где я, где что, и у меня начинается какая-то паника, что случилось, то успокойся. Ничего не случилось, я нормально живу. Ой, всё. Ты в жизни, и мы не живы. Вот я, допустим, вообще нормально живу. Я могу сказать, что я никуда не собираюсь уезжать, мне всё нравится в нашей стране. Я возьму себе участочек, поставлю заборчик двухметровый, а лучше трех. Поставлю себе кресло-качашечки, пледик, село все, сидит нормально. Можно не обращать внимания? Я поднял бы и все. Да, одна упала. Ты вписаешь на пол, у тебя 50% в рот, 50% вниз. Почему я разговариваю с ребятами, ты меня перебиваешь? Разговариваешь и не перебиваешь. А это вот русский народ, вот он такой. А что так? Вать когти надо. Нет, ты сейчас говоришь про людей вокруг, и ты в итоге такая же свинья приедешь, посадишь, свинью за стол называть. Ты перейдешь в Америку и будешь. Я приду в Америку, и я там буду жить по их правилам, потому что их там больше. Понимаешь? А почему ты перед нами позволяешься так вести, допустим, ноги свои на стол складывать, а там ты будешь хорошим? Потому что здесь я когда ноги не складываю на стол, меня заставляют их складывать на стол. Это общество, блядь, наше, российское. Заставляй. Понимаешь? Гадит меня заставляет. Вот ты сейчас в вечер с людьми, да, близкими тебе, и ты так позволяешься разговаривать. А то есть, ну как, вот так, ты че, блядь, там кинул все. А то есть ты поедешь за границу, и ты будешь там, ой, извините, сэр. В смысле? Сэр, ты че, еблот, что я разъеду, блядь? Пиздуем нахуй. Ну ты будешь там... А смысл тогда? А смысл? О, там, блядь, купили честно. Ну я не буду, я говорить могу хоть что, но я буду делать, говорить можно хоть что, главное действие, Света, Таня. Ну ты будешь там утверждаться там, или че, привидим? Блядь, скажи че, Света, Таня, Женя, еще меня женским именем назовет, Женя. Таня, Света, Женя. Девчонки, послушайте мы. Парикат. Бабы. У меня мое имя Женское Женя. Митя, что это, что это такой бред вообще? Бред? Ну тихо, пусть говорит бред, это же интересно. Ну я говорю, что вот живем в стране, давайте жить, блядь, че, че начнем, куда-то уеду, в Америку, зачем? Мужиков и так здесь мало, не надо от нас уезжать. А все началось с чего? С этих Женщин или селик? Да, да. Ты сейчас скажи, где ты моя 50-летняя будешь? Мне 28. Ну ваше время уже ушло. Оно может быть только начинается. Ваше уже назад надо было че-нибудь думать. Где ты моя требуха с бородавками? Не знаю, это березоньки мои. У нас в России. Халас, ну-ка, задведи. Где березы, берез нет, все хрубили. Скоро, нет, скоро это все будет. Конец света? Бабабиса? Роспринимация. Что? Ну, по-моему, все умничали. Да, все не умничали мы, казалось. Шашлыка. Третья шашлыка. Ладно, так уж и быть, полчаса у меня есть. Чан. Чан. Короче, в будущем не будет ни кино, ни театров. Мы будем роботами. Все будут роботами. Так, задавайте, как вы на залпылищке показывали, что мы будем в таких очках, у нас будут летать машины. Ну, в Москву Кассиопирус все видели? Да. Давным-давно. Ну, где? В космическом корабле? У них заходят, и в комнате такой, березки там. Я рекомендую тебе отключить телевизор, не показывать ничего. Отключить интернет. Короче, я к тому, что человек соскучится, хоть по-руссиюшке, родненько. И? Одевает очки. Зашел, зачем? Это как Штирлиц. Одел очки, да, и у него журавли летят. Да. И эта песня. Никому цар. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ты чё по-похоронной марше говоришь? Па-па-па-пам. Он его играет. Почему? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Типа-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не, не думай, не думай, а切унок с высокой. Та-да-дам. Настает время, сам борёшь. Ты же не думаешь, наверное… Если вы в эфире смотрели, вы мне поймёте. Ребятами, как пули у виска, ту-ду-ду-ду. Переденья, переденья, дворниками работай. Да почему? Ты парень, ключи свои. Да почему? Мгновенья свой резон, ту-ду-ду-ду, свои. Как дерево упало. Отмеченная. Зачем я сказала, что петь надо? Таня, песню. Козырную. Ха-ха-ха-ха. Я ещё не готова к этой песне. Козырную песню? Козырная. Это чё. Это наша дискотечная. Все равно нужно шампан, чтобы себе пели. Танька, Женька и я один парень. Конечно шампан! Я на всех шампан часов не существовала. Я все шашлыки собрала! У меня в коллекции все шашлыки есть. Нет, Света, а ты бы где хотела жить? У мамы, у мамы у Николаевки. Нет, нет, я в Москве, все знают давно. В Москве? В Москве, в доме на ножках. Я даже знаю где. Это где? Вы там были. Сказали, что 70 тысяч от квартир стоит там. Где? Или 50, вы сколько распила. Что за малышка? Ну, в Блабуляху фильм можно? Да, ну. Да, что такое бандуре жить? Ты не поймешь. А там кто живет? Я. Подожди. Это Речинка? Да он обычный, кстати, дом самый. Он не такой. А что в Москве? Тебе нравится, что там именно тусня это вся? Да, мне нравится. В Москве бы, я жил бы, если в Москве бы жить, я бы жил бы где. Ну, здесь тоже он возьми, да пойди. Куда? Куда пойди? Я бы жил бы где в Красногорске. Такой потише райончик. Я бы из Голландии к вам приезжал, слышите? Эко, район. У нас в Берлине тут тусовка недавно была. Для велосипедия приезжал? Горлин, химия, блядь. Нет, у меня два города на самом деле, два моих любимого города. Это Берлин и Амстердам. Михалыш. Михалыш в Амстердаме на Рейхстах. Лахтыкал. Что? Говорит, зайдь. Нет, что вам, блядь. Мы же так в Еле про День Победы, что это что? Про это шутить нельзя. Лёнчик, он разговаривал по немецкому. Да блядь, я в школе немецкий учил, мы постоянно играли, блядь, в Гитлера, блядь, в Штиблицах, блядь. Постоянно говорили, ты швайкин, ты лусин, ты официн, ты хойер, хойер, блядь. Шло, лос, лос. Ну и че, это была игра была, и че, и мы знали, что Гитлер плохой. А сейчас пиздец там нельзя. Сейчас я стану тоже играю. Она мне говорит, лос, лос. Мы все эти темы чувствуем, да? Я, блядь, нахер, блядь. Сейчас, говорит, нахер. Говорит, власть сменилась, теперь, говорит, в ролями меняемся. Сменим тему. А, принтизионная система расположения. НиKint skiing-кетог, разводили, музыка. Сейчас все пиздец, кинь-кетогoh на улицеiciones. Выросли все? Не то, что не выросли сейчас все пиздец. Надо спасать эту сразу. Это соотнош Pierre-кетогенов sparked, её богат. Задние мысли? А, ну, задние мысли, пои случаев. Но моя студентка . Вы че брат два показывали? Nic, я же ру insectacles. Какой? Ну вы.... Не брат ты мне? Вы�ûли. Он это, короче, волосы интересные моменты. раз подробно в этом году и когда кодуктор подходит в чурках и говорит, что билеты ну если нет билета, то платите штраф пожалуйста иди отсюда садись, ногах прав ты нет а? ну и бодро подходит, заплати заплати штраф брат, что ты не надо, не брат, ты не гнида чернозоба ну и пистолетом это брат, брат, да дайте дословный программ брат, слушай, не убивай, а не брат, ты не гнида чернозоба и брови черные бежать ну или короче вот это, где он говорит, не брат, ты не гнида чернозоба вырезали а можно я это в смысле, как вырезали, если вы это рассказываете ну мы-то знаем, что это там было а кто-то по телевизору не знает Нитя, можно я процитирую брат, два эхо войны мне кажется, что вообще охуеть я не поняла а ты че не помнишь? этот фильм? слышь, откуда это все парень, где показывали фильм и вот этот фрагмент вырезали, его не показали но раньше это показывали, мы-то об этом знаем а те, кто в первый раз смотрит, дети знают у меня есть сначала такая важная информация что все это видели эхо войны да, ты че не видел? не, не, а это знаешь? не, вот здесь дословно может силивать с первого он говорит там 23.07, я бы вдул хорошо, самое смешное, то что мы с тобой смеемся больше всего брат, два Иришку не подставь Иришку не подставь нравится трёш, наверное Трёш 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 Трёш, наверное Ребята, а как правильно? Отвечайте на вопросы эхо Трёш Ты меня это В последнее время я даже не могу понять стык Трёш ты прен今 Чё прен 이제 или или тide на водителя да fin Нет, я помолчу Голодник поговорим С кем? Только по скайпу с кем-нибудь в Голландии? Скажу Икбхрейпетнит Оооо Я, я хром хромарахан Вы в курсе, что в Голландии не говорят... По-русски? Ой, как смешно Моя школа Буху Генни бы говорил У них все Вместо Г это Хай Они говорят не Морган Допустим Цумбайшпиль Ой, что ж я... Для меня сознание перевести У меня сознание переходит в Европу Я уже говорю на разных языках Ивлопа Ивлопа Цумбайшпиль По-немецки Например Байшпиль Пример Цумбайшпиль Например А пример они говорят Вот нет, германия Везет из Устандама и пригласят? Ну возможно даже Запомнили Цумбайшпиль Поставили Цумбайшпиль Цумбайшпиль Теперь вы Морган 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 Подождите Если они не могли Букву Г Нажимать Гутен Морган Они говорят Гутен Морган Гутен Морган Гутен Морган Морган Да Морган Он Морган Он Морган 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 мстал спорта ахарадо ахарадо о чем ты говоришь она миллионик вот именно что столица амстердам миллионик отгадайте почему амстердам называется потому что амстердам это я тебе уже говорил молчи ну река амстердам подожди а почему ребята отгадайте почему на флаге амстердама нарисованы 3 икса это в качестве это не из западных ты это спрашивал у них потому что они говорят там должно было быть 3г но они заместо г говорят х поэтому не трех нет они просто когда говорят до свидания они говорят эксо эксо ну типа целую целую губки крестиком оригинальный Ну, ксо-ксо-ксо. Знаете, это ксо-ксо-ксо. Не ожидал, что я смогу на декабже убить. Да вы себе про гейка лесбияна говорите. Что геи-то ещё нормально, но лесбияна вообще фу. А что у вас ещё норма? Короче, ребята, в Гавайи... Олег, 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 Олег и Варик. Что-то 100% говорит. Я в Гавайи не собираюсь. Ну и чё, чё ты, какой-то биг сада? Биг сада. Да, ну давай посмотрим, ксо-ксо, я дальше скажу, почему нельзя вообще ехать в Европу. Во-первых, 3xL надо делать. Ну, когда чему говорите? Ну, потому что это против чумы, против всех напастей, это кресты. Эти, крестьянские. Ну, когда чума была, нам в средневековиды. Да, да, да. Это Андреевский крест. Как он называется? Андреевский крест. Короче, ребята, вот я вам объясняю, почему нельзя ехать в Европу жить, и нельзя ехать за Урал жить. Почему это здрасте? Да там война была. И там любая опять война, она будет там же, и в Европе, и вот у нас за Уралом. А в Америке была война? Янки только были против. Так кому с кем, конечно, была война. Юпротив с севера. Янки Гоу. Почему ты решил, что война была? Ты Америке испугался, решил перейти на их сторону? Я, между прочим, услышала на канале у Сергея Симонова, где он сверчал на скожетке. Который делал вот так, вот. Янки делал так? На. Так. Скажи это. Ты не знаешь, что это. С горжеткой? Я сказал, что не будет войны. Всё. В ближайшее время. Низу посчитали. Так что твоя война не будет на нашем углу. Я только этим видео хотел собрать 1000 лайков. Света. Ну вывезешь что-то. Нет, я это специально оставлю. Я хочу посмотреть. Насколько. Насколько хватит совести у подписчиков не ставить дизлайки. Они на тебя напишут к агентам. А пусть пишут. Михалыч, у тебя на канале сейчас и я заместитель короля дизлайков. Известно, что про короля дизлайков рассказал. То есть Симон нормальный. Чего он начинает? Нормально общепутся куча. Да. Такие хозы мочит. Где сейчас Симон и где сейчас Симон? Вы думаетесь. На этом. Что он в Голландии что-то? В Голландии. Почему? Сейчас Ведом. Где он? На Горе. Круто-Рико. В своём доме. А ты видела, да, последнее видео, где он кодирует? Я ещё не видела. Продаю квартиру за сто четыре тысячи евро. 52 квадрата. Всего. Видно миллион без квартиры. Ну и что надо брать? Коли продаёт, так надо брать. Три два года. Какой Коли продаёт? Коли продаёт? Надо брать. Коли Симонов. Коли продаёт, надо брать. Ладно, поговорили и хватит. Дальше. Ты видишь, что это такое бурет? Как тебе Горя там ныкается? Далее. Напишите в комментариях. Знаете кто такой Шура Каретный меня? Ну да понятно, смотрите вот в гугле, просто скажите, ну знали вы, слушали раньше его или нет? Я скажу так. Я слушал. Я, говорит, дрочистый изумруд. Почему ты изумляешься? Корик ты мой драгоценный, колян. Рот тебя тихпых, бля. Я дрочистый изумруд. Горит. Горит. Что смешного? Я дрочистый изумруд. Ну, Михал, опять продручился. Я дрочистый изумруд. Ты так говоришь, что он себе постоянно, каждый раз? Разручишь? Вот, кстати, мы тебе поняли, что когда дрочишь, все бормочим. Я дрочистый изумруд. Бормочит все за нос. Не поняли бы шутку? А Шура корректно бы понял. Потому что это его шутка. Ну, этот его. Ну, просто с ним в Москве будем жить в одном гостинице. В одном нолье. Кстати. О Москве. О Москве. Я последний раз, когда там жил. В декабре? Нет, это был 2005 год. Это был декабрь 2014. В гостинице Измайловской. В корпусе Гамма. Группа Гамма? Да. Был съезд... Давай уже кто-то. Гамма. Гамма. Был пятый или шестой съезд на зал большевистской партии. И один из активистов из номера украл телевизор. Ух ты. Ничего себе. Не знаю. Осталось не замечено? Или все-таки его замели? Если я сейчас свободно об этом говорю. А телевизор здесь у вас дома сейчас стоит? Да нет, я правда не знаю. Ну и вслух ходил о том, что там телевизор и многие шифонеры. Шифонеры попал. Ну там реально там приехал, ну как сказать? Шифонеры. Ты как сказал, что шифонеры забрали у меня? Нет. Люди шифонеры выносили, разбирали. Ну там шифонеры, да, они кускафы разбирают и по доске выносят. Только как? Ну как-то так. На дачу. Куда и как? На дачу. Чуть-чуть по интересу с туалетом телевизор на первом этаже на втором этаже. Кстати, у меня надо эту схему опробировать. А что будем говорить? Давайте поговорим про проституцию. Давайте. Давайте в проституцию или в Турцию, или в группы ее проституцию. Нет, надо запрещать проституцию. Не надо ли ее разрешать или ее просто не трогать, пускай она живет в своей жизни. А, то есть нельзя говорить о любовниках у женщин, у которых присоединяются? Кто говорил, что нельзя? Ты перемотай, и посмотри, кто говорил, что нельзя. Это ты говорила, что я говорю, что нельзя. Сейчас второй раз уже про это говоришь. Ну сейчас-то опять-то иду делать. Ну говори все. Нет, про проституцию давайте поговорим. Ну это мужская тема, что про нее разговаривать-то. Что к чему я говорю, я не буду снимать. Женщины не снимают никогда мужиков. Да мужики не снимают проституток, и что об этом разговаривать? Ну что-то пошло. Смешно. О, как вы стараетесь. Я продолжу пошла работать бы или нет? Нет, давайте вот, я только хотел сказать про цивилизованное общество. Про европейское. Ну давайте про это и поговорим. Там проституция разрешена? Там проституция разрешена. Ты по этому ударлюшься, что ничего не упадет? Ага. Там баригуана, проституция. Ну что-то пошло. Во все тяжкие. Сериал во все тяжкие. Нет, я к тому, что я не пользуюсь, ну я к тому, что вот это сфера... Я для людей, для русских. Стараюсь. Да подождите, дайте мне сказать. Я к тому, что это менты пользуются проститутками, которые охраняют это все. Там, я не знаю, спортсмены и другие товарищи, которые всем этим пользуются. Почему спортсмены такую категорию видели? Как-то странно, я не поняла вообще. А потом, потому что перед игрой как лучше сыграть? А журналисты не пользуются? Менты, спортсмены. Журналисты нет. А почему? И что нужно перед футболом не заниматься? Ты не прав. Что-то я не могу понять еще. Согласно веерическим знаниям, согласно ведам... Веерическим знаниям? Мужчина добивается больших успехов, воздерживаясь. Женщина, когда у нее происходит обмен жидкостями с мужчиной... Эякуляция? Нет. Обмен жидкостями называется. Это нет. Грязь. Вот. Она набирает энергию. А мужчина, он только воздерживается. Вот эти тантрические вот эти вот, как они называются? Штучки. Штучки, дрючки. Вот. А сливая информацию, вы не даетесь ничего. Нет. Смотрите. Существуют такие мужчины... Как женщины. Маньяки. Иногда говорите женщины, как мужчины. Почему? Маньяки, а не маньяки. Потому что их... Ну, в основном, потому что мать над ними издевалась. Можно выключить фары? Мать над таким человеком издевалась, а он стал маньяком. Потому что ему никакая женщина не дает. Он не знает, как с ней общаться правильно. Ну ты что упрощаешься? Нет. Я не упрощаю. Я к тому, что говорю, что люди, которые не знают, как познакомиться с женщиной, но хотят секса, которая уже заебала, дрочить, они хотят выебать женщину. Они идут, снимают проститутку. Если отменить проституцию, либо нет человеку, ну, денег на проституцию, он становится маньяком, начинает убивать, начинает насильничать. Да не за это. Как все просто. Думаете? Да нет, конечно. Это нарушение. А почему убивают проституцию? Да подождите вы! У них есть деньги. Люди. Маньяки. Это отклонение. Наоборот, хорошо. Смотрите, я знаю куда смотреть. Да подождите. Маньяки, это же по-разному приходят к этому. Меню. Я думаю что как они интересные, они не полезны и не У них есть наоборот. Потому что, они не полезны и декорации. В любом случае, они не нравятся. Как выяснилось, мамаша то у него была того. Прошло и ритмит. Прочитала у него. Деньги-то у него было очень много. Нет это спорируемые девочки мне рассказали, нет. Мамаша у него была из разряда не только проститом, но и сделала какую-то фигню. Почему он стал таким? Потом, а, короче, его там взяли в семью, то есть мать его бросила, взяли в семью. Эта женщина, короче, которая его там типа мальчика или то. Она его научила этим всем этим трюкам. Боже, фу. Фу, как неукультурно. Ну. Нет, я про то, что, Митя, маньяки, это не потому, что люди убивают и насилуют, потому что им хочется секса, и им никто не дает. Вокруг полно женщин дающих. Женщин, которые вот тебе, пожалуйста, открытые. Но здесь другое, здесь дело такое в другом абсолютно. И проблема, что люди... Таня, более дающие женщины нужно тоже уметь попросить, понимаешь? Почему? Потому. Так учиться, просить надо. В смысле просить? А это люди, наверное, маньяки не учат. В смысле просить? Кто сейчас что-то просит? Берут и все. Ну, в мое время просили. Накажем. Берут и все-таки. На гал cara. На гал cara. На гал cara. Я пугуя. Ага. Сейчас никто не просит ни у кого. И сейчас женщины, они не отказывают. Почему сейчас женщины, сейчас женщины сегодняшние, они не отказывают от удовольствия? Зачем? просто смотря кто просит, кто о чем говорит. Проституция это что? Это вид удовольствия. То есть, допустим, у нас есть сигареты, алкоголь, про который Михаил говорит, наркотик. Это вид удовольствия, да, правильно? То есть, это расслабление. Почему, допустим, проституцию не сделать тоже, ну, как бы нелегко доступной, но платным таким удовольствием, профессиональным... Вывести в это, в белую, что называется. Да. То есть, человек захотел, ему плохо, ему одиноко, он сидит дома, ему скучно, у него никого нет. Он по телефону заказал, как пиццу горячую, как суши на дом. Заказал, вызвал, все сделал, все успокоился, все. А сейчас как? Подождите, мы, в любом случае, общество это будет осуждать. А сейчас как это происходит? Ты уже это сказал, а так оно и происходит. Так вопрос о том, что общество осуждает, что в одном случае, что в другом случае. Во-вторых, общество... А, проституция пошла! Нет, во-первых, общество осуждает, во-вторых, общество это прячет, и все эти салоны, они, ну, как бы, в закрытую работают, и они не проходят проверку. То есть, почему эта профессия, она сейчас, вот, ты сейчас сам говоришь, что эти бабки там, образ сливка идет. То есть, они не проходят именно, как сказать, не то чтобы проверку, квалификацию, повышение уровня. Да, потом начнут давать заслуженную преступку России. А, народную! 40! Нет, а почему нет? А почему бы нет, да? А почему бы нет? Потому что это деградация общая. Нет, я против. Это разрядка! Подожди. Это не то чтобы... Скоро, вот разрядка! Света, я на стороне Светы. Я засол, чтобы оставить все, как есть, чтобы не запрещать ее и не разрешать. Так, давайте сейчас все салоны, релаксы и прочее, вот сейчас пойдем, во-первых, проституток выкосим оттуда. Я сказал бы не запрещать и не разрешать ее. Нет. Ну, а это такая тупая позиция, значит, глаза закрываем на это. Вот смотри, легализация, нет, легализация, это значит проверка, это значит лицензирование. Да это первый шаг, блядь, к педикам и к лесбиянкам европейским. Да, к каждым лесбиянкам коллегицы. Это развратовали. Нет, подожди. А вот сейчас нету? Подожди, а вот они сейчас ебутся между собой, это че? Да. Но мы, но... И процветает! Проституция так же, что и не разрешено, и не запрещено. Митя, Митя, и процветает грязь, спид, ВИЧ и так далее. Если это будет лицензировано, это будет проверяться, и все будут лошались. И ВИЧ и так далее процветает, это уже узнает сколько будет. Подождите, подождите. Общество это осуждает? Да. Вот после легализации будет, общество будет осуждать? Не знаю. Конечно. Будет, но гораздо меньше людей. Подождите, почему? Тоже количество будет осуждать. Просто это все выйдет на другую плоскость, на юридическую. Сейчас это никак не контролирует. Митя, ты знаешь просто в чем дело? Тоже количество людей осуждать. Митя, ты знаешь, как большинство людей советского времени у нас секса не было? Вы как дрочите? Нет, и не будет. Вы как дрочите, вы так и дрочите, блядь. Сидите в торопах и дрочите, блядь. И не надо думать, а живые люди. Есть салоны массажа, есть проститутки. Всегда можно позвонить, вы только что. Да, что тебя там нахлобучили кто-нибудь пришел? Кто? Кто? Где? В массажном салоне. Сколько я перебал, я думал, что я хоть попал бы. Никогда, ну. И с этим человеком я сижу за одним столом. У меня смайли, который берет. Ветер угуляет, зато громче всех орем. Включи ты, пожалуйста. После колокола. Нет, я считаю, что, во-первых, давайте так говорить. Есть явление. Признание этого явления. Он боится. Он боится. Есть слабость. Подождите. Для государства есть слабость. Признать, что есть проституция. Признать, что эти салоны, это есть слабость государства. Что наше общество развращено, что у нас есть публичные дома. Что это? Это есть слабость государства. Для них, для власти, это признание. Для общества говорят, да, мы развращены, у нас есть публичные дома. Но есть явление. и осуждать это явление будут как до того, как эти публичные дома признают, как и после. Количество людей, которые их будут осуждать, оно останется на одном уровне. Я за легализацию выведения этой деятельности в белую... Проседутки будут ходить потом с гордо поднятой головой, когда-то легализация. Нет, они не будут ходить с гордо поднятой головой. А даже Иисус говорил, бросьте камень, тот... Дело не в этом. Дело в том, что человек... Нет, подождите. Подождите. Вот послушайте меня. Есть деятельность, она будет официально фиксироваться, налоги пойдут туда. Понятно, что деньги там пахнут будут. Это все понятно. Но для человека, который туда приходит, будет уже санэпидемкнижка, допустим, приглашать на работу. Да, я про это и говорю, приглашаю на работу, профессионально. У нас сейчас, в магазинах работают, бары, нахуй, люди травятся, блядь. Травятся продуктами. Что, блядь, есть там, где-нибудь книжка, да, легально будет. Люди травятся. Так же проститутки будут, нахуй, так же заражать. Только уже у тебя будет уверенность? Так, ага. Вроде, сейчас ты будешь... Так, ты знаешь, проститутка так надо, блядь, два гандона, одишься, не заразиться. А ты придешь, так, вот у нее книжка, хорошо, ой, так, без гандона можно, давай, нахуй, там, с одним гандоном, давай. Хуяк, нахуй, нахуй, держал, как в столовке траванулся и всю жизнь, нахуй. Только в столовке траванулся, протряснули. Хорошо, ладно, давай, давай по фактам. Да. Кто в последний раз траванулся тебе? Только тебе и говорили. Суп подал, алё, гараж, суп подал, нахуй, и закрывили твою столовку. Их засудили? Не знаю. Массаж и собачили. Их засудили, мы потесли наказание. Хорошо, да, хорошо. Нет, а массаж и собачили. Но когда ты заразишься спидом, блядь, там бог, у пылка его хоть засудят, ты уже не вылечишься, блядь. Так, а кто сейчас про посылку говорит нам? Про ответственность. Кто про посылку сейчас говорит? Кто отсылает мне посылку, он же указит паспортные данные, блядь. Он же сядет. Не надо отсылать. Слушай, у тебя такое, это, двойное, блядь, подмена понятий. Так я ж в Америку собираюсь, двойные паспортные данные. Лицензирование просилку и так далее. Понимаешь, почему ты людей лишаешь, вот, можно, можно я сейчас скажу? Вот я серьёзно сейчас говорю, вообще, без всяких хуйни. Кого чего и лишают. Вот я, допустим, взрослый человек, да, к примеру. Ну, допустим. Я живу. Ну, допустим. Взрослый человек. Я родила ребёнка. Я работаю. Я плачу налоги. Я отдаю, ну, то есть, долг своему государству, своей стране. То есть, как женщина, как могу, так отдаю долг. Почему я не могу выпить тогда, когда я захочу? Почему меня государство контролирует, что после отделности вы не имеете права покупать алкоголь? Почему я не могу заказать, например, себе, там, блядь, проститутку или проститута? Это моё личное дело. Я взрослый человек. Я тоже понял. Подожди. Почему я не могу сделать то, что я хочу? Почему со мной государство обращается с трудным подростком, вам нельзя и всё? Я хочу сделать это. Я хочу сделать то, что я хочу. Извините, я оплачу налоги. Какая, у нас общество такое. С тобой по-другому нельзя и со мной по-другому нельзя. Почему? На Украину посмотри по тому, блядь, и поймёшь, нахуй, ёбаный урод. А что, если разрешают? Да всё, они потянулись к Европе, нахуй, и хотят, как в Европе, всё свободное. А значит, смотри, что-то случилось-то, блядь. И что? А вот и то и случилось-то. А там менеджеры подкачал. Подожди. Да там, какой нахуй, люди, блядь, весь менеджмент. Нам тоже самую хуйню сделаем, у нас ещё хуже будет, блядь. Ты как баба Фиса, короткая юбка. Знаю, только кнут и пряник, блядь. Ещё раз говорю, кнут и пряник, по-другому нельзя с русским, блядь или там, со славянами, хорошо, со славянами. Вот поэтому, вот из-за таких... Да что ты мне делаешь-то тут? Вот из-за таких, как он, я хочу в Голландию уехать. Заменить пол, наконец-то! И работать проституткой? Легально! Вот это привет! Нет, просто говорю, блядь, хорошо. Крик души Михалыча. Не, ну чё ты... Знаешь, чё ты упрощаешь всё? Ты вот всём прощай. А мир сложный, блядь. Мир сложный, блядь. Да то вот тебе пример Украины, Михайлович. Дали людям, блядь, свободу нам. Чё? Как бабуины, как бабуины, нахуй, скачут, блядь. Никто там никому не давал свободу, блядь. Вот вам именно, да что. И хуй да дадут, нахуй. А они, понимаешь, им свободу не дали, блядь, им свободу не дали, а они скачут, что им дали свободу. Они думают. Вот тебе весь славянский народ, блядь. А в чём лицензирование это простудие? Лицензирование. Ну ладно, разумеется точно дать. Ну что они и к западу всё тянутся. Вот нам нужно всё разрешить. И не к тому, что Таня начала разговор про то, что нам нужно всё разрешить. Мы сами, друзья, которые не будем, мы сами себя контролируем. Не разреши, что у нас всё будет. Да нам запрещают, видите, как подростков. Да правильно делают. Почему многие подростки, дети, например, да, им всё запрещают в детстве? Они не тусовались. Ты сам говори, у нас есть с тобой общий знакомый, который не тусовался в своё время, а потом начал тусоваться. Помещалось? Нет. Разбитая чель, всё так далее. Он начал тусоваться, во сколько там, 20... Ты 18 тусовался, а он только в 25 начал тусоваться. Потому что ему всё запрещали. Когда ты открыто, ты тут тусовался, не так ужин. Мы никто не запрещал. У него просто не было... Ой, у него была совсем другая тема, он закончил институт с красным дипломом, блядь. И что дальше? И то, а потом после этого начал тусоваться. То есть тебе тусоваться не надо было? Нет, не знаю. Ты натусовался, вот это вот зато, сейчас не ходишь, мне не изменяешь. Как я так думаю, надеюсь. Не верю. Ну. Не, ну не изменяем, ладно, не изменяем. Почему? Потому что ты натусовался уже, вот это вот, ты уже видел, блядь, и белое, и красное, блядь, и взад, и вперёд, и так далее, блядь, везде. Я не пробовал, взад. Тебе уже неинтересно. Я взад точно не пробовал. А, Михалыч, что у вас, просто, блядь, дружеская сцена? Просто дружба у вас. Ну. Нет, ты же мне сам говорил. Что вас чекало? У тебя постоянно какие-то противоречия с самим собой. Почему? Да, я тебе это говорил, в чём вопрос-то, в чём вопрос? Да, я это говорил. Вопрос, что ты говорил? Я натусовался, и мне больше никто из женщин не нужен. Да, да, да. Но, тогда людям русскому натусоваться, блядь, и проституток вызвать, когда им надо. Пожалуйста. Он не может подойти. Сейчас ты, блядь, не можешь проститутку вызвать, что ли? Я тебе сейчас хочу, я вызову проститутку сюда, приедет на мой. И будем тут на камеру сюда, заснимем, блядь. А почему? И сейчас все такие, вызывай, вызывай! Давай мне!